В обновленной конституции прописаны новые полномочия органов государственной власти. Так предполагается, что руководители всех силовых структур будут согласовываться исключительно Советом Федерации. В Государственной Думе предоставлено право утверждать председателя правительства Российской Федерации, а также руководителей министерств и ведомств. Кроме того, предполагается, что органы регионы будут иметь возможность принимать участие в управлении формирования плана стратегического развития страны через новый орган, который создается, это Государственный Совет. Бытует разное мнение. Предполагается, что сокращаются полномочия президента Российской Федерации. Это абсолютно не так. Его полномочия никоим образом не сокращаются и не уменьшаются. Вся полнота власти остается в его руках, но предполагается, что возможность совершения ошибок в отношении решений, принимаемых одним человеком, будет исключаться, поскольку будет создаваться другой орган, который будет фактически совещательным, наверное, органом, который будет оказывать содействие и помощь президенту страны в принятии основных, самых важных политических решений. Самое важное в этих изменениях – это увеличение уровня доверия населения к органам государственной власти, поскольку без степени доверия и без степени ответственности органов государственной власти за принимаемые решения фактически невозможно построение правового государства, но и увеличение благосостояния населения. Продолжение следует...